В какой-то момент я посмотрела в окна машины и поняла, что мы свернули куда-то не туда, в какие-то окраины, где никого не было. Он вылетел на встречу с диким хохотом, мол, пока не скажешь, не остановлюсь. Я в ужасе называю левое имя. Он всё так же лихача возвращается на свою полосу и уже упрашивает номер. Он остановился и велел выйти. В этот момент он начал обнимать меня сзади, трогать, посадил обратно на заднее сиденье машины и сам сел рядом, начал гладить ноги. Прямо сказал, что хочет меня и что ему важно, чтобы я была в сознании. Я сильно испугалась и начала кричать. У меня не было наличных, можно было бы просто выйти и убежать, конечно, но я побоялась. На утро проснулась с осознанием того, что мне повезло. Я избежала изнасилования, но в то же время было мерзко. Я писала в службу поддержки, что мне теперь страшно, ведь он знает, где я живу. Мне принесли извинения и сказали, что его отстранят от работы. Я понимала, что законодательно ничего не добьюсь, ведь домогательства в нашей стране преступлением не считаются. Никакое то есть состояние и одежда не оправдывают насильника. Продолжение следует...